от фестиваля новой музыки я жду в первую очередь открытий для открытий для себя открытий для других зрителей поскольку там в афише заявлены фамилии которые вот мне они не знакомы были до тех пор пока я не прочитала эту афишу и кое-что узнала об этих композиторах поискала кое-какую музыку сделали себя открытие но услышать это вживую конечно это будет совершенно другое впечатление это вот как картину великого художника посмотреть на марки это тоже самое как услышать произведение великого или современного еще в нее шедшего пока в классику композитора в записи вот поэтому я хочу услышать все это вживую и открыть для себя наверное какие-то новые горизонты может быть кто-то из этих композиторов станет моим любимым я такого не исключаю и думаю что это же касается также других зрителей фестиваля слушателей ну я жду новых знакомств поскольку мы познакомимся не только с композиторами но и с музыкантами к нам ведь приедут и другие музыканты не только из нашего города вот поэтому я жду в первую очередь открытий меня заинтересовал композитор филипп глаз мне оказалась близко его музыка поскольку она ну соответствует какому-то моим моим внутренним предпочтением я вот люблю все этническое какие-то яркие цвета и вот мне показалось что его музыка такая же он использует много цвета музыкального то есть это вот сочетание какой-то технического перезвона колокольчиков и свирели какой то есть это как эклектика какая-то наверное я не знаю как это правильно назвать и плюс вот эти вот этнические мотивы которые я у него услышала какие-то может шаманские даже вот они мне тоже показались очень близки и этот образ который создавала на модели он вдохновлен конкретной композицией надеюсь все правильно называю название джайпур рива я в этой музыке услышала попытку человека перебороть природу то есть услышала какой-то механический звук и услышала такие ноты дождя леса птиц и вот человек пытается побороть природу он пытается себя отделить от природы то есть он пытается что-то изобрести придумать покорить природу но природа берет свое и все-таки в конце концов вот эти вот технические мотивы они постепенно превращаются в шаманские песнопения а кто такой шаман шаман это человек который может разгадать значение природы который един с ней он от нее неотделим вот и поэтому это же я попыталась передать в образе модели использовала шестеренки из часов которые как символизируют технику вот это вот попытку человека взять власть над природой и эти шестеренки порастают мхом и все равно все выливается в краски природы в траву в сочную зелень я надеюсь что мне удалось передать эту идею